Вы уже готовы? Агитация совсем близко. Это значит, что скоро в вашей жизни появится очень много кандидатов в депутаты. Хотя некоторые из них уже на слуху, но не в самом выгодном свете. Это Сайлав, проект который посвящен выборам 19 марта. Поехали. Итак, регистрация кандидатов в депутаты закончилась. Все уже знают, кто собирается в Можилис. Об этом писали и СМИ, и самые разные блогеры. Известны и кандидаты в областные маслехаты. Так кто же считает себя достойным представлять интересы народа в регионах? Возьмем для примера Павлодарской области. По партийным спискам в маслехаты Павлодарской области баллотируется 6 партий. Больше всего кандидатов от партии Аманат. 40 человек из 77. Меньше всего кандидатов от партии Зеленых Байтак. Их трое. По 10 кандидатов от Акжола и от Аула. От Народной партии Казахстана баллотируется 5 человек, а от Республики 9. Еще в свободном доступе есть информация о кандидатах по одномандатным округам. Таковых, желающих попасть в Павлодарский областной маслехат 71 человек. 51 человек выдвинул свою кандидатуру в порядке самого движения. При этом всего 15 кандидатов из числа женщин. Если говорить о том, какие сферы деятельности представляют потенциальные депутаты, среди них есть даже трое безработных и один пенсионер. Как видите, на выборы в областные маслехаты допускают практически всех. Не исключено, конечно, что не самые приметные кандидатуры были выдвинуты в качестве технических оппонентов. Что ж, посмотрим, чем закончится эта электоральная кампания для наших безработных и пенсионера. Агитация кандидатов в депутаты начинается 18 февраля. Однако кому-то из них уже приходится не сладко. Я про случай с сыном кандидата в мажилисмены Даулета Турлыханова. Вы, наверное, слышали об истории с парнем, избившего известного адвоката в Алматы. Он оказался сыном заслуженного казахстанского тренера Даулета Турлыханова, который совсем недавно подал свою кандидатуру в мажилис парламента по одномандатному округу. Когда этот случай стал достоянием общественности, кандидат отреагировал и принес свои извинения за поступок сына. При этом он заявил, что готов, чтобы сын отвечал по букве закона. Отбросив уголовную и моральную составляющую вопроса, сконцентрируемся на его последствиях для Таулета Турлыханова, как для кандидата в мажилисмены. Безусловно, эта история может сильно ударить по его репутации. Но в то же время кандидат в депутаты Турлыханов отреагировал на нее и, как мне кажется, очень правильно. Его позиция по этому вопросу может даже добавить ему еще больше избирателей. Такой вот короткий дайджест событий вокруг предстоящих выборов. Напомню, уже 18 февраля в Казахстане стартует агитация. И мы постараемся сделать все, чтобы вы были в курсе того, как она проходит. Это был SayLove. Выбирать не стыдно.